добрый день любители да не моей кожи сегодня у меня будет ролик обзор на джинсы от кузнецов джинс который для меня сшил дмитрий кузнецов это мастер из москвы который производит шьет джинсы с 1991 года его можно назвать отцом российского денима потому что он начинал в начале 90-х шить и он умеет не просто шить но он умеет и кроить и знает как правильно сварить как правильно промыть джинсы придать нужный цвет все человек делает очень качественно и очень отличный поэтому очень много отзывов хвалебных в его адрес и ну я уже сумел убедиться в качестве его работы и говорю это просто самый лучший мастер которого я знаю с кем общался и мне очень нравится с ним общаться он отличный человек идет на контакт и кому интересно можете с ним пообщаться заказать у него джинсы он вам много интересного расскажет если вам будет интересно и вот он прислал мне новые джинсы это его разработка ни у кого я таких джинсов не видел потому что можно назвать своеобразный гибрид это джинсы с брючными карманами из защипами и сейчас мы с вами их посмотрим таких джинсов и уник ни у кого от больше не увидите не найдете по крайней мере я попробовал найти что-то подобное не нашел это и не чиносы и в то же время не совсем джинсы потому что они выглядят по-другому хотя сзади они выглядят как классические джинсы пятикарманники с классическими пятиугольными карманами здесь у нас использован деним очень темный цвет и индиго знаете такой черный на черный индиго плотностью 11 унций на ярд не сэлвич деним из соткан из стопроцентного хлопка с беленым утком это у нас деним производства турецкой компании иско про турецкую компанию иско я уже рассказывал на своем канале был у меня ролик турецкая компания иско славится тем что они делают высококачественные деним как сэлвич так и не сэлвич деним и его с удовольствием закупают многие европейские бренды которые отшивают классную джинсовую одежду не крафтовые джинсы известная компания у которых там цены начинаются от 150 200 долларов 200 евро да вот за джинсы и все только хвалят деним от этой турецкой компании не деним очень понравился что он такой знаете приятный легкий и тактильно очень классно сидит комфорта в нем приятно очень конечно вот в жару я в нем не походил у нас до сих пор стоит жара 32 градуса поэтому я как-то еще в джинсы не не хожу поэтому пробовал выходить вечером только в них прогуляться но вечером то хорошо когда становится прохладно но днем ходить невозможно потому что очень очень жарко печет просто дико печет на улице вот я рассчитывал как бы вот сейчас начнутся холода похолодая тогда можно будет спокойно ходить пошив этих джинсов как они сидят на фигуре мне очень очень понравилось ну давайте перейдем их посмотрим пришли они обычно вот как обычно в пакете вот таком целлофановым также присутствует вот такая картонная бирочка ярлычок вот такой на котором у нас сказано что-то кузнецов джинс аутентик джинс и спортсвер аутентичные джинсы и спортивная одежда начала работы с 1991 года торту торговая марка тут размерная сетка крафтовые джинсы отшиваются в москве с 1991 года небольшая эта информация размерная сетка ростовка и адрес где вот можете видеть адрес сайта и номер телефона индивидуальный пошив все об этом здесь сказано кому будет интересно так берем чтоб не мешалось и рассмотрим далее что мы здесь с вами видим вот такой темный деним очень очень темный говорю вам сразу это не просто вот на видео так кажется он на самом деле очень темный найти черный 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 иногда при таком освещении когда бывает такое своеобразное освещение кажется как будто они черные а при другом освещении кажется что-то не темно-синий и вот так интересно они выглядят давайте сравним с другим денимом например вот с японским 13 унцовым денимом серого цвета это в предыдущие джинсы от дмитрия кузнецова вы видите какая разница в цветах возьмем японские джинсы от бренда варпан тв от дэнмио у нас чисто японские джинсы пошитые в осаке виде какая у нас цветовая разница получается хотя всегда считалось что джинсы от японцев они всегда темные очень темный у них индивы получается здесь видите разницу хотя они нас конечно стиран и вот американский классический не сел и ждением это нас рабочие джинсы от бренда red cap они у нас сшиты из 13 унцового денима от американской фабрики из города трион штат джорджия и фабрика называется mount вернон миллс эта же фабрика производит джинсы для рендлер и для других компаний так далее это у нас итальянский селэвидж деним это вот как раз первые джинсы которые мне прислал дмитрий кузнецов еще под брендом радиус джинс у нас наш российский закрывшийся бренд harvester и японский деним от кайхара 13 унций вот видите какая разница в цветах и классический американский селэвидж деним от фабрики white oak из гринсбора белый дуб который у нас закрылась это у нас классический американский селэвидж деним видите какая разница по цветам вот так и так деним у нас здесь мягкий потому что в нем нет крахмала я считаю что это очень хорошо потому что это у нас все таки смесь как бы джинсов и брюк в брюках крахмала не должно быть и поэтому деним мягкий приятный на ощупь давайте рассмотрим как вы видите у нас при пошиве использованы нити в цвет денима и поэтому очень тоже прикольно смотрится сзади они выглядят как обычные классические джинсы пятикарманные видите пятиугольные классические карманы по углам сделано вот закреп швы чтобы было все крепко не оторвалось на карманах присутствует такая вышивка это как раз типа значка дмитрия кузнецова на всех своих джинсах сейчас делают такую вышивку я считаю это очень хорошо клево смотрится как обычно на джинсах у нас сделано 6 шлевок под ремень как обычно делать дмитрий кузнецов я тоже считаю это очень хорошо крепление шлевок сделано в трех местах сверху снизу и один кончик уходит под пояс точно также крепление шлевок делает бренд американский бреев стар сэлвэйдж про который меня очень много обзоров как видите также присутствуют закреп швы местах напряжения также с вами можем здесь видеть у нас кожаный патч сделан он как раз в цвет такого темно-синего цвета и сделан из кожи растительного дубления толщина кожи порядка трех с половиной четыре миллиметра кожа такая плотная классная жестковатая но видите также присутствуют у нас тиснение логотипа краска кузнецов джинс начала работы 1991 год классно сделаны ремень можно поддеть как раз под этот кожаный патч кто-то девать сверху вообще вот я считаю очень хороший патч карманы карман достаточно вместительные как вот обычно на всех джинсах у дмитрия кузнецова вот видите нормальные кармашки и деним что интересно он здесь знаете он не отливает вот как бывают у китайского например денима он не отливает вот этим блестящим таким серебристым как вот кажется как будто он много там синтетики здесь вообще такого нет при окрасе вот как раз какая тут использована правильно окраска да вот и она поэтому металлом не отливает и это очень красиво смотрится онлайн и такой матовый чернино-черный цвет мне мне вот это очень нравится красиво очень смотрится такой вот именно приятный цвет давайте вот как раз их повернем передом можете видеть вот что я вам говорил когда говорил про защипы вот такие вот защипы которые бывают вот как раз на брюках вот вы видите как это выглядит и карманы которые у нас сделаны как на брюках под углом карманы кстати достаточно глубокие но в то же время нет не огромные вот такие же карманы делают обычно на классических брюках я считаю очень удобно особенно когда стоишь и руки в карман засунул тоже прикольно очень прикольно сделано и как обычно вот вы видите смотрю не станут на карманах у нас присутствует такая лента это для защиты чтобы не стиралась в этом месте ткань я считаю тоже это очень и очень хорошо потому что у редко ну каких вот и известных брендов вообще вот такую защиту ставят хотя оставят все таки на мой взгляд очень клево смотрится вот деним сам по себе вот если его рассматривать вы можете видеть да не здесь у нас конечно правостороннего плетения но он такой классный приятные вообще просто офигенно вот комфортным когда джинсы одеваешь вот сейчас у нас жара 32 градусов не очень комфортно да в них днем вот ходить а вот я вечером выходил них на прогулку вообще классно просто классно сейчас вот жду когда у нас температура там спадет до 25 градусов то можно будет спокойно в них ходить и днем и будет нормально как видите у нас на поясе сделана пуговица болт с логотипом кузнецов джинс вся фурнитура кстати которая использована у дмитрия кузнецова все болты в заклепке они производятся российским брендом протос компания находится в москве у них есть интернет сайт также и офлайн магазин вы можете там сходить если вы находитесь в москве или заказать в интернет магазине что вам нужно также они могут вам сделать фурнитуру с вашим бренд брендированием и будет у вас ваша фирменная фурнитура что захотите эта фирма принадлежит знакомым дмитрия кузнецова и до работают очень давно и делают все качественно цены достаточно адекватные и очень много хвалебных тоже отзывов в интернете можете почитать зайти на сайт у них есть группа вконтакте все контакты я оставлю под видео чтобы могли посмотреть также и оставлю ссылку как на сайт дмитрия кузнецова так и на страницу вконтакте компании красот радиус что вы могли посмотреть и кому надо там пообщаться с дмитрием кузнецовым кому будет интересно давайте расстегнем и здесь что было прикольно то что сделано молния не пуговицы болты в принципе я очень рад что здесь стоит молния потому что пуговицы болты бы здесь было бы как-то неправильно на мой взгляд а вот молния здесь вообще классно смотрится потому что все таки спереди они как джинсы как брюки и поэтому просто одеваешь как брюки очень классно одеваются кстати посадка по поясу они немного ниже получаются ну как обычно вот брюки да немного пониже и поэтому как раз молния здесь не такая большая но она у нас тоже вот как вы видите такого медненного цвета молния стоит здесь YKK давайте вот приблизим чтобы могли видеть молния качественная замочек вообще шикарно работает вообще классно вот как вы видите у нас петли для пуговицы болта вот все обработано прошито все сделано качественно все прошито давайте посмотрим что у нас изнутри изнутри вот видите имеется такая нашивка как раз размерная лента надпись кузнецов джинс размер российский 52 европейский 36 с другой стороны россия москва стопроцентный хлопок и как вот стирать при 40 градусах гладить можно типа сушитель отжимать стирать в теплой воде не отбеливать гладить утюгом при температуре 150 градусов барабанная сушка все расписано мешковина карманов мешковина карманов здесь немножко отличается чем обычно делает дмитрий кузнецов на джинсах она здесь немножко потоньше помягче ну не такая тонкая как вот бывает обычно на брюках вот на обычных классических есть мешковины конечно потолще вытянутка нас белого цвета тоже из стопроцентного хлопка сделано очень классно выглядит и ночью тоже очень приятно и знаете здесь все подобрано вот как вот должно быть вроде бы и на брюках и в то же время на джинсах что такое среднее и очень приятное от не но не много и не мало вот что то среднее вот такое правильно подобрана вот это вообще классно знать когда особенно подбирается все правильно да вот и поэтому все классно выглядит вот так давайте посмотрим что у нас тут принципе то же самое все сделано качественно вот у нас шов который уже бренд рендлер у нас не не делает здесь все по уму сделано беленый уток оверложенные края ткани чтоб не распускалась все прошито так можете видеть что сделано все качественно нитки не торчат все аккуратно давайте посмотрим низ штанин тоже все прошито можете видеть все аккуратно прошито сейчас кто-то будет гореть почему не цепной стежок но это же не джинсы как в таком понимании то у нас типа брюк здесь кстати штанины немножко заужены я попросил кому чтобы немножко по уже были и принципе поэтому и смотрятся они как не как джинсы как брюки больше принципе вот внутренний шов он сделан как вот на джинсах у всех как вот обычно делают вот видите так же вставлю вам фотографии как эти джинсы выглядят на мне что вы могли посмотреть и оценить специального сделал фотографии в разной одежде там по классической одета то есть классической рубашки и в туфлях и так и и и и и и Сделал так же в рубашке, но уже в кроссовках, более такой повседневный, не классический, а более спортивный стиль, так сказать. Ну, мне джинсы вот эти очень понравились. Шлевки здесь рассчитаны под ремень максимальной шириной 50 мм, но я вот советую все-таки с этими джинсами ремень, ну, 44, да, но если у вас, например, есть 40 мм шириной, то это даже будет круто. 40 мм сюда цвет очень подойдет, и все-таки я бы советовал с этими штанами, именно с этим цветом, или черный, или все-таки, наверное, темно-синий цвет ремня. Ну, вот, по-моему, это было бы, ну, конечно, лучший ремень сюда темный. С темным ремнем вот это вот вообще будет классно смотреться, просто обалденно, шикарно вот. Ну, мне вот эти джинсы очень понравились, это вот своеобразно так вот, еще таких вот джинсов я не видел. Поэтому я вот свое ставлю, вот, огромный лайк, огромный плюс, просто аж шикарные джинсы, просто всем советую. Кто хочет что-то вот такое, и хочет выделиться, и что-то новое попробовать. Поэтому вот советую просто. Но эти джинсы, говорю сразу, то, что Дмитрий Кузнецов готовыми не шьет, он только их шьет по индивидуальному заказу, индивидуальный пошив. Конечно, это будет дороговато, конечно, стоить, но вы сможете с ним обсудить, из какого материала он вам их сошьет. Вот, и он сошьет их по вашим меркам, по вашим размерам. По этому советую присмотреться, поэтому очень интересный вариант, просто шикарный. Вот, как на каждый день, как можно ходить, как и в офис, как и хоть куда на работу. Это отличные джинсы, на мой взгляд. Ну, все контакты я оставлю под видео, чтобы вы могли написать на сайт, там, Дмитрию Кузнецову и ему страницу ВК, там, или заказать фурнитуру у той же группы Протус, или написать ко мне и заказать кожаный ремень ручно. Не забывайте, что у меня вы можете заказать кожаные ремни ручной работы, сделанные по вашим размерам, из премиальной английско-американской и итальянской кожи. Делаю все качественно, быстро использую лучшую фурнитуру различного итальянского, английского, американского производства. Пишите, заказывайте. Заказываю у меня кожаные ремни. Вы не только себе делаете хорошее дело, но также и помогаете мне и моему каналу развиваться. Поэтому заказывайте, пишите. Все контакты я оставлю под видео. Если вам понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Ну и все. Всем пока. Счастливо. Спасибо.